Каждый метр дороги инвалиду первой группы Серику Дусибаеву даётся с трудом. И таких метров от остановки автобуса Дамсек без малого тысяча. Столько же, только теперь уже в горку, придётся преодолеть, возвращаясь обратно. Серик Дусибаев круглый сирота. И хотя на жизнь зарабатывает, как и у большинства инвалидов, для поездок на такси денег у Серика нет. Это очень тяжело так добираться. Конечно, мы все ждали, когда пройдёт тендер по городскому общественному транспорту. Надеялись, что Акимат сюда какой-нибудь транспорт направит, чтобы нам ближе было. Но, наверное, зря ждали. Госзакупок по общественному транспорту инвалиды, как оказалось, действительно ждали зря. Повторный тендер, прошедший 5 марта, как и первый, для людей с ограниченными физическими возможностями, оказался бесполезным. Это 10 лотов было сформировано. Из 10 лотов на 4 лота никто заявку не подал. В том числе было 103-й машин. Схема которого движение водоканал и микрорайон 4-й микрорайон. В связи с этим его, как ни одного участника не подал заявку, перенесли на месяц. То есть до 5 апреля. Геннадий Галиев пассажироперевозками в Шемкенте занимаются уже больше 16 лет. Когда-то его компания обслуживала и маршрут, проходивший через водоканал, рядом с которым находится МСЭК. В этом году Геннадий Саитович принимать участие в тендере отказался. В тендере я не участвую. Да, я в тендере не участвую. А как участвовать? На какие маршруты участвовать? Это, ну, мне кажется, ну как-то распределились эти лоты. Какие надо было, их уже забрали. На то, что кто-то из транспортников захочет довозить инвалидов до МСЭК, люди с ограниченными физическими возможностями больше не надеются. И не понимают, почему чиновники вот уже несколько лет не могут решить эту проблему, чтобы облегчить и без того несладкую жизнь инвалидов. Пусть они один день побудут на нашем месте, попробуют поездить. Вот тогда посмотрим, как они будут. Перевели, перенесли бы куда-нибудь в центр. Единственное, остается обратиться к нашим городским и областным властям. Может быть, действительно, они нам помогут перенесением этой МСЭК, нашей медико-социальной экспертизы, в другое помещение, в центр города. Там, где было бы удобно больным добираться на эти комиссии. Руководство города и области, видимо, не знает о проблеме. Поэтому столько времени ничего и не решается, говорят инвалиды. И верят, как только их письмо попадет на глаза областному главе, все сразу изменится в лучшую сторону. Ирина Притула, Антон Семёнов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.